Последняя неделя февраля удивляет нас сменяющимся каскадом обильных снегопадов и искрящимся на фоне яркого зимнего неба и первыми лучами солнца снежным покрывалом. Доброго времени, дорогие любители экзотических растений! Вас приветствует студия Терра Хейлинг и я, Елена Сухорукова. И вновь обзорный опыск по запросу, в котором мы объединили рассказ о спасенной детке Кливии и Сын-Севьерии Майсон. Немногим более года назад мы вместе спасали молоденькую Кливию. Её резунка была почти полностью лишена корней. В середине осени открытая корневая, оставленная без верхней досыпки грунта, под воздействием сквозняка утратила большую часть видоизменённых клубней. Пересадка Кливии в свежий грунт давала надежду на восстановление растения. И вот перед нами результат проделанной спасательной пересадки. Кливия долгое время оставалась практически без движения. Она словно заснула. Получая полноценное питание, она неспешно наращивала новую корневую. На этот процесс Кливия потратила почти полтора года. И вот сейчас можно с уверенностью говорить о том, что перед нами молодое и восстановившее свои силы растение. Я не перегружала Кливию избытком света, оставив на северном окне и давая ей возможность восстановиться самостоятельно. Равномерный полив один раз в неделю в летнее время и два раза в месяц зимой. Каждый полив я чередовала с внесением органического коктейля и минеральных удобрений. Такого питания Кливии оказалось достаточно, чтобы вырастить новые видоизменённые клубни и поддержать красивую здоровую крону. Сансевьерия – безусловный фаворит среди любителей комнатного растениеводства. В прошлом году мы организовали для неё новый горшок и перевели из транспортировочного кокоса в гравийку с добавлением циолита. Санса незамедлительно одобрил новый грунт и двинулась в рост, порадовав крохотным пурпурным язычком здоровой детки. Хороший старт, и детка уже догнала в высоту свою роду начальницу. В домашнем обиходе мы зовём её. Большой ух. Ух удивила нас не только хорошим ростом, но и тем, что полностью поддержала характерные видовые признаки. Полусуккулентное растение с необыкновенной формой листовой пластины, роскошный массивный тёмно-зелёный лист с мраморными вкраплениями и светло-салатовых прожилок. Характерно выраженная пупурно-фиолетовая лента по краю стала образовывать волну. По моим наблюдениям, санса хорошо переносит сухой воздух в зимних квартир, предпочитает спокойный свет без попадания прямых солнечных лучей. На прямом солнце лист утрачивает свои фиолетовые прожилки и декоративные вкрапления. Раз в 10 дней я поливаю растюху и вношу органику и минеральные удобрения, чередуя их внесения между собой. Минерал-циолит, перемешанный с гравийкой, хорошо впитывает внесённые удобрения, постепенно подавая их к корням. Массивные листья запасают воду. Вот почему санса не боится длительной просушки. С таким грунтом нет причин опасаться перелива. Сенсьюерия Конго Майсон можно отнести к одним из самых неприхотливых многолетников. Как можно убедиться, уход за растением минимальный, что делает ух привлекательной для домашних коллекций. А мы желаем здоровья Вам и Вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайк! Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг.